Подкаст Интернатура Подкаст Интернатура Подмонтировать и все-таки вывесить на всеобщее обозрение Так как были некоторые пожелания, что все-таки видео смотрелось бы лучше, чем аудио Потому что не хватало людям каких-то по-видимому визуальных ощущений И вот я, порывшись в архиве, извлек этот кусочек, посмотрел его и решил сегодня представить вашему вниманию Итак, мартовский первый выпуск подкаста Интернатура Сегодня у нас в таких походных условиях встречи на троих Будем говорить про интернет Как вот в принципе мне бы хотелось поговорить про социальную роль, да и вообще в принципе про интернет У нас вот Марк вроде бы специалист по психам в интернете Даже целая теория, можно сказать, что там в плане разложено все по полочкам Скажите, Андрей, а разве бывают в интернете не психи? Ну не знаю, вот я хочу, чтобы для начала вы нам рассказали по этому поводу То есть, может быть еще раз, не все же могли присутствовать вот на таком волшебном А и комьюнити, может кто видит, может кто знает Там был такой доклад интересный Марком сделан по поводу вот этих вот полочек, о которых я сказал И может вы нам просто тем, кто не в курсе вот этой классификации, немножечко нам так вот вкратце Расскажите об этой классификации и почему так? Наверное, давайте мы начнем с того, что проще Но народу интереснее Я не ожидал, что моя немножечко шутка вызовет довольно бурный отклик у народа Мне кажется, очень бурный даже По поводу того, что увлечение общением в интернете Будь то в социальной сети, в блоге Есть некоторая такая вот форма интеллектуальной наркомании Вы слышали слово наркомания, люди воспринимают это буквально Конечно, метафора Хотя, по сути, оказывается Когда человек получает некоторые интеллектуальные удовольствия В частности, удовольствие от общения заочного с другими людьми С точки зрения того, что в это время происходит у него внутри Использует тот же самый механизм получения удовольствия Что и у тех людей, которые пытаются этот результат удовольствия получить химическим пицам Буквально это замена какому-то героинам Давайте скажем так Героин и все, что угодно Это замена тем, естественным, химическим веществам Эндорфинам и депаминам Там цепочка серотонин, депамин А потом уже эндорфин Которые служат такой внутренней валютой Вознаграждением за какое-то правильное поведение С точки зрения, мы испытываем удовольствие И вот оказывается, что сам по себе современный образ жизни В самых разных аспектах Даже когда, казалось бы, человек замечательно устроен, адаптирован И в профессиональном, и в личном и так далее плане Сам по себе образ жизни, ритм жизни, характер общения с большим количеством малознакомых И эмоционально чуждо придет Давай к тому Что огромное количество людей живет в стрессе Такой тихий, скрепий, паскудный стресс в повседневной жизни Они не лезут на стенку Они не являются пациентами психиатрического заведения Они просто-напросто день за днем лишают себя радости жизни Они испытывают дефицит удовлетворенности Если бы мы провели небольшой элементарный опрос Взяли бы на себя сменность И вот посетители этого славного места Опросили Чувствуют ли они себя удовлетворенными жизнью Для города Москвы Где-то 7 из 10 взрослых людей Скажут Нет И поскольку дефицит удовлетворенности жизни Сам по себе становится Такая питательная почва Некоторые разные другие проблемы произрастают Конечно, каждый человек пытается Некоторым образом этот дефицит восполнить Кому-то очень помогают любимые занятия хобби Ну, немного так Гораздо проще этот химический дефицит Другим химическим путем же восполнить По крайней мере в России два пути традиционных Мужской и женский Мужской он жидкостный, понятно какой А женский это все-таки больше Что-нибудь такое сладкое, калорийное И другая проблема переедания Конечно же у некоторых людей Все это перерастает Очень серьезная проблема Другую аддикцию Серьезную аддикцию Людей, которые страдают действительно аддикцией Честно, не много А людей, которые испытывают дефицит удовлетворенности жизни Задумаемся только Процентов 70 для города Москвы Это очень много И тогда оказывается, что, в общем-то, интеллектуальное общение Не примитивное какое-то Интеллектуальное общение с другими людьми С интересным собесением С умным собесением Заставляющее извилины как-то там напрягаться Дает тот же самый результат Мост в конце концов те же самые Награду Диатр в Басе Но другая проблема А где набрать умных, интересных людей В качестве собеседников? Особенно в таких субтитрах городах Как Москва, Питер, Екатеринбург Нижний Новый город Ну, никак Люди есть, но они так раскиданы Интересы так узко сегментированы К тому же Опять же, образ жизни Это Несколько часов тратится На то, чтобы добраться куда-нибудь Стреть старой друга Ну, невозможно Интернет, оказывается, действительно Спаситель Для получения интеллектуального удовольствия Причем хорошо, если добраться надо по Москве А если надо ехать в другой город, в другую страну Это вообще невозможно Марк, я хочу задавать вопрос Смотритель, вы используете такое понятие Как удовольствие А насколько четко мы вообще можем определить В современных условиях И, соответственно, развести какого-либо опроса Усиления Потому что что такое удовольствие На самом деле для человека Наверняка это очень взаимодействует Во-вторых, насколько такие данные будут репрезентативны? Конечно, мы говорим о простых опросах Не в фундаментальном академическом Ножном смысле Когда мы говорим об удовольствии Как в субъективно переживаемом состоянии Внутреннего комфорта В положительной позиции А удовлетворенность Как более длительное, пролонгированное состояние Когда человек в достаточной мере Замечает в своей жизни Моменты Кратких состояния удовольствия И для него они В таком условном, виртуальном Каком-то балансе эмоций По крайней мере Уравновешивают Негативную часть Считает ли сам человек Себя, не прибегая К тестам, анкетам, критериям Он сам считает себя Удовлетворенностью И не считает Мне, на самом деле, кажется Что этому человеку Будет очень сложно ответить на этот вопрос Я очень снялась В тех данных Которые будут получены Хотя, опять же, вы говорили Что это не академическое исследование И так далее Но, тем не менее Мы говорим о академическом исследовании Наиболее легком Пути получения Действительно Репрезентративных данных Скажем так Мне кажется Что на самом деле К стремлению человека Я бы все-таки Не использовал удовольствие Я бы использовал Скажем так По понятию, как самоотверждеть На самом деле Оно Это еще сложнее, я должен сказать Это еще Возможно Но я хотел все-таки Сказать, на чем это зижница Ну вот Мне кажется Что здесь Та самая старая потребность Человека В общении Общении О котором На самом деле Говорили еще По структуралистам В 70-х В 60-х годах И так далее Они говорили о том Что человек Все более и более Поединяется Скучает Тем более В городах И так далее И интернет На самом деле Интернет Как такую Очень хорошие СМИ Мидия Современная Он С помощью Вот этих новых В частности Социальных Донбер О сетях О которых Вы Рассказали В вашем докладе В частности В помощью Твиттера И так далее Хотя это только Один из примеров Вот Дает возможность Человеку Пообщаться Но при этом При этом Мне Мне так же Сложно Назвать Это общение Скажем так Интеллектуальным Потому что Современные СМИ Современные Социальные Сети И так далее Они все-таки Предполагают Какие-то Все-таки Такие В общем Короткие сообщения Не только Твиттер И так далее Да Но это почти везде И ICQ Не принято ЖЖ еще терпит Как-то длинные Посты И то я посмотрел Многие новые посты В частности Нашего уважаемого Специалиста По психам Очень короткие Я вот здесь Как раз выделил Что это Либо какой-то Обмен информацией Актуальной Либо Какие-то узкие Очень общие Эмоциональные оценки Поэтому постов Очень много Таким наиболее Нашумевшим жайпсом Человек постоянно Пытается Уяснить свою мысль Но ведь это Достаточно По той простой причине Что это Может быть Сообщение В 140 слов Но оно Заставляет Человека Задуматься Я вам кстати Хочу В клинку Как раз До Прихода Кирилла Мы говорили с Марком По поводу Твиттера Как такового То есть вообще Как вот там Марк туда попал Как я туда попал Я как раз Уприл пример Что я твиттером Не очень активно пользуюсь Но иногда Бывает он где необходим Ну как я говорил Я в январе Лежал в больнице Я принципиально Не взял с собой Ничего компьютерного Никаких смартфонов Никаких ноутбуков Ничего не взял Вот Я просто У меня был с собой Телефон И я изредка Вот просто я В больницах На самом деле Гость редкий Как пациент Я редкий гость Как пациент Это счастье Может быть Это еще и профессиональное горе Но вопрос не в этом И я там Просто наблюдал То чего не мог наблюдать И я Скажем так Имел возможность Вот мне с тазаркой символа Хватало Чтобы поделиться этим Отправить какую-то фотографию Чего-то удивительного Написать какие-то Свои впечатления Об увиденных Это больше чем достаточно На самом деле Этого хватает Этого не надо больше Тогда вопрос Андрей А что же Вы получали взамен Вот те самые эмоции Люди как-то реагировали Да, конечно Кто-то спрашивал Что я там забыл в больнице Кто-то какие-то там Не знаю Свои воспоминания Из своей жизни Приводил Кто-то еще что-то Это было нормальное Общение с людьми С которыми я Данно мне находились В больнице Общаться не мог Потому что многие люди Кто-то был Вот мне товарищ из Киева писал Одна знакомая дама Из Голландии писала То есть вот Они писали какие-то Свои тоже комментарии На то, что я писал И я просто подумал По-моему Вы не смог бы Не пообщаться Я не смог бы там Выйти в скайп Вот Я не смог бы там Ну мог бы имейл Написать максимум Но это опять же Такое направленное действие Да А тут я стал Группой Чтобы все Конечно Конечно Вы совершенно Справедливо отмечаете И со времен Еще просто Туркторолизма Все это действительно Так Монсируется Человек сегодня В истории большого города Живет В очень противоречивой ситуации Именно ему Публичное одиночество С одной стороны Кругом Масса людей От них спрятаться Это не надо Вот это равно То, о чем Мы говорили недавно С доктором Кирипицем Это одиночество в толпе Вот именно это С другой стороны Все эти люди Которые вокруг Чужие Они внутренне Воспринимаются Как чужие А это значит Что срабатывает Автоматически Опять же Некоторые механизмы Такая врожденная Программа мозга Связанная с инстинктами Связанная с выживанием Механизм свой чужой Ведь по сути Внутренне Если уместно Такое выражение Мозговой софт В каком-то смысле Мозг может сравнить С компьютером Пока еще Мозг превосходит Компьютер Просходит Пока еще Так вот Вот этот мозговой софт Не подлежал апгрейду С очень древних времен Несколько сот тысяч лет И по-прежнему Рассчитан на то Чтобы использоваться В условиях выживания В дикой природной среде Да А сейчас она не менее дикая Чем три тысячи лет назад Она сейчас Да В чем-то более дикая Но Эта дикость Несколько иная Она трансформировалась А те Примитивные Первичные опасности Леопар Но они остались Как трансформировались Все другое Да Они трансформировались И в той Примитивной ситуации Природного выживания Человек Выживать в одиночку Просто не мог Он был гоопречен Выживала только Группа людей И они должны были Держаться вместе И В качестве регулятора Поведения Чтобы нет Был состав И чтобы Бывел себя Согласно Правильным словам У родных Конформизм И возник этот Самый механизм Сходь чужой Для того Чтобы чувствовать Себя Спокойно Уверенно Безопасно Нужно Постоянно Замечать Вокруг себя Всех людей Которых мы ощущаем Как своих Они нас поддерживают Они нужны Они к нам Хорошо относятся Случайные люди В толпе Вокруг Воспринимаются Наоборот Как чужие Агрессор Они инстинктивно Исходят опасность Загротя дом Что это такое Я один У нас маленькая кучка Твоя А вокруг Пап Со мной Для того Чтобы этот механизм Свой чужой Успокоить Все нормально Расслабься Свои ряды Они С тобой На связи Они помнят Ты не одинок Достаточно Виртуального Общения Достаточно Получить СМС Достаточно Получить Твит Достаточно Получить Комменты А вот благодаря Новым средствам Техники Это можно делать Сидер Дмитрий Сидер На лавочке Конечно Дел Уход И тогда Оказывается Да вот я здесь Но те люди Для которых Я свой Они для меня Свои Они поддерживают Они за меня Душой болеют Собереживают Их много Может быть Несколько сот Может несколько тысяч Я регулярно В том самом Твиттере Это наблюдаю Когда люди Ведут диалоги У кого-то что-то случается Он их выбрасывает В твит И тоже начинается Активное обсуждение Этой проблемы Какие-то советы Еще что-то Конечно И даже надо сказать Что Содержание этих советов Не так важно Можно было бы Появить Специалист Сам факт того Что люди Они неравнодушны К каким-то Твоим проблемам И когда Большое количество Сообщений Поступает Они поступают Регулярно Они доступны В любой момент В любом месте И это Успокаивает Тот Дикий Приводный Механизм Человек Избавляется От тревоги Избавляется От внутреннего Переживания Одиночества Чувствует Себя Нужным Другим Людям Конечно Он вцепляется В свой смартфон Конечно Он сидит В своем Твиттере Конечно Он приклеивается Возникает Некоторая Привычка Психологической Зависимости Конечно Можно сказать Что это Форма Дива Она позитивная Она адаптивная В этом смысле Она Хотя бы Отчасти Компенсирует Те Большие Проблемы Социализации Которые Приследуют Каждого Человека В смысле Большого Возвращения Ну на мой Другим То есть Вы Как определенное Лекарство Рассматриваете Интернет То есть Никто Такого Самодоктора Может быть Даже Это Дуквотцеб На самом деле Потому что Реально Реального Лечебного Действия Не оказывает Наверное Это Отчасти Какая-то Имитация Имитация Общения Человек Сам себя Уверяет Что Его Круг Общения На самом деле Горя в душе Блогеры Это Никчемные Люди Маленькие Зачуханные Которые Сидят Где-то И пытаются Самореализоваться Там Как мы Буквально Прощавыми юнцами Все блогеры Прощавые юнцы То есть ЖЖшники Это буквально Там Какие-то Страшные Я сейчас не припомню Все термины Он буквально В плух И прохожден У всех Твиттер Блоги ЖЖ И так далее И в этом плане Как раз Получается То что Мы говорили Что Отчасти Это так То есть Человек сидит Затюканный Жизнью А в интернете Он превращается В птицу То есть Он С отрицательной точки зрения Я с положительной Тоже самым рассматриваю Я бы все-таки Не использовал Такие резкие Национальные оценки Нет Я не называю Как раз В отличие от Дубина людей Прощавыми юнцами Я говорю Что Есть человек Задавленный Серый менеджер Задавлен Постоянно Однотипной Монотонной Работой Есть Кто-то Скажем так У кого Нет возможности Реализовать себя Он сидит И выходя в интернет Он может Получить саду Кучу друзей Вот тут С ним никто не общается Тоже мой Некрасив Он уродлив Пример Выходя в интернет Людям плевать Как он выглядит Они не знают С ним общаются Кстати Очень характерный пример Сериал Школа Который сейчас идет Там есть очень хороший пример Шикарный сериал читают И там есть хороший пример Когда Вот они через интернет Девочка с девочкой общаются Они даже вместе в классе учатся И одна не знает другую Они придумывают себе жизнь Андрей Отличный пример На самом деле Потому что мы обсудили ситуацию Когда человек Скажем так Использует интернет Использует социальные сети Мы родившись Скажем так После Уже их возник Точнее до Их возникновение задолго до То есть мы говорим О людях В возрасте За 25 лет А давайте обсудим Людей Скажем так Которые Которым сейчас Я не знаю Лет 12-13 Школе Которые Школьники Или даже раньше Которые начинают использовать Социальные сети Возможно Не Твиттер Вконтакте 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 Эта проблема Вконтакте Вконтакте Если люди получают такое задание, возьмите ваш мобильник, подумайте о своих близких, о том, что вы очень хотите, чтобы они вам позвонили прямо сейчас. И достаточно большую выборку набрать, тысячи людей, даже десятки тысяч людей участвовали в таких экспериментах. Оказывается, что количество людей, которые получают звонки в этот момент, статистически достоверно, выше, чем если бы это было простой случайности. Есть и еще некоторые механизмы, трудно формализуемые. В психологии, психотерапии, повторяю слова Юнга о том, что есть такое коллективное бессознательное. Не знаем, как оно расстроено, но то, что оно есть и некоторым образом вмешивается в жизнь людей. Ну, это видимо, это несомненно так. А говоря же о разном отношении к интернет-общению от людей, относящихся к поколению до интернета, вот нас с вами. Мы здесь втроем представляем собой социальную группу геронтов. Мастодонтов. Которых пора уже вымерить. Да, современные подростки, своих родителей, всех кому задриться, называют геронты. Для тех же сегодня подростков и тех, кто еще младше детей, которые родились в интернетную эпоху, которые с компьютером, и с интернетом, все-таки, касающиеся, не с пиленом. Ситуация иная. Они еще в большей степени привязаны к интернету. Для них, может, это что-то обычное, традиционное? Собственно, очень серьезные такие работы на это что существует, которые разделяют людей на цифровых негрантов, это мы с вами. Угу. Мы в зрелом возрасте эмигрировали в интернет. Ну, мы много что эмигрировали, потому что много что изменилось. Да. Последние там 15 лет. Конечно. И цифровые аборигены. Те, которые, если не родились в интернете, то с интернетом. У нас с вами, в отличие вот от этого юного поколения, молодого, молодого знакомого, во время пребывания в интернете иначе работает мозг. Он националы говорит. Не в том дело. Молодежь не умеет нас с вами. Они больше вовлекаются в этот процесс. Вот если условно мы сидим в интернете, что-то, общаемся в сети, в блогах, в твиттере, и у нас может быть там 10% сознательной части мозга в этом участвует. А если взять подростка, для которого личное дело, то у него 20% будет получена эта деятельность. Он туда глубже погружается. И он еще более... Он реагирует. Он живет в этом компьютере с руками, с ногами, с головой. И вот тут как раз можно озвучить ту проблему, которая звучит постоянно. Это замена реальной жизни. Он погружается больше в интернет. Причем очень многие, как ты сказал, может быть те, которые какие-то имеют проблемы, еще что-то, они уходят от реальной жизни. Это примерно, можно сказать, опять же с наркотиками. Погружение в какую-то такую вот... С одной стороны, да. Но с другой стороны, давайте подумаем. Каковы минусы, каковы плюсы. И каков выбор для родителей. А для родителей это хорошо. Ну да. Ну да. Парень, как прочего. Да. Позвольте, я вам привык. Очень важно, я хочу сказать, если ребенок не использует интернет как средства общения, он становится фактически ассоциальным элементом. Как наоборот. Фактически, да. То есть как бы его не принимают. Что важно. То есть использование интернета, использование интернета как средства коммуникации, социальной сети, те же самые и так далее, является необходимым элементом. Необходимым элементом социализации, необходимым таким индексом, который позволяет другим подросткам принять эту молодую штуку. Смотрим. Обязательно. Его статус будет зависеть от того, сколько у него друзей в сети ВКонтакте, сколько у него фолловеров в Твиттере. Сколько у него запрессованы на Хавна-Хавру. Ну, Хавна-Хавра тоже другая. Да. Конечно, вы совершенно правы. Возможно. Тем самым, уже с подростковых, я смотрю в ногтей, жизнь перемещается в виртуальности. Я подумал, может быть все-таки неизбежно. Возможно. Какой-то новый способ жизни. Я думаю, что это неизбежно. Они раньше готовятся к тому, что все равно придет лет 5-10 спустя. А с другой стороны, как хорошо этот уход из реальности, некоторое такое отгораживание, дистанцирование, изолирует их от определенных проблем, то есть знакомых родителям, подростков, от влияния улиц. Это массовое видение, по крайней мере, для подростков и преживущих. Они больше не гуляют с тайками по подворотням. В интернете тоже есть. Я хотел сказать, вот об этом как раз очень многие сейчас и кричат, что интернет – великий обманщик. Физически не гуляют. Они дома, родители спокойны. Да, они до 2-х часов ночи, до 3-х часов ночи тусуются в интернете. Весь этот класс и вся эта бывшая дворовая тусовка подростков. Они сидят в скайпе, в контакте, они общаются. Одновременно все вместе друг с другом. Они физически поправлены. Вот есть риск. Человек может познакомиться в контакте с неким, другим человеком неизвестно кем. И вот тут у нас всплывает опасание матерей и отцов за педофилов, за преступников, за тех же самых наркодилеров, которые точно так же осваивают сеть и еще более лихо, чем, так сказать, мы с вами. Потому что для них это бизнес, для них это способ, так скажем так, добытия новых душ и так далее. Я думаю, что проблема такая есть. А разве можно человека, находящегося вне интернета, подростка, оградить от этого? Нет, не можно. Он, к сожалению, сталкивается. Буквально на днях коллеги со мной поделились тем, что жевательные резинки с наркотиками. Да, я читал это у вас. А это какая-то особо жевательная резинка или это что? Со всех сторон подростков окружают опасности. Соблазны. И соблазны, да. И опасности, замаскированные красиво вокруг соблазнов. Можно ли их от этого оградить? Я не знаю как. В конце концов, исход этой встречи с соблазнами и опасностями возраст от того, насколько у них все-таки есть разум, здоровый инстинкт самосохранения, и насколько родители успели вложить в это еще не совсем зрелые будут, определенные принципы. Вот в этом все основной камень для его и предприятия. На самом деле, конечно, мы знаем, что эти средства для блокировки не делятся. Это не сильно помогает. Это не сильно помогает, но они тоже постоянно совершатся, но тем не менее... Дети общаются честным образом, и один ребенок расскажет другому ребенку, как обойти ваши средства для блокировки. Это все ерунда. Я думаю, что в этой войне наше поколение старшее родительство обречено. Мы не можем выиграть войну, которая ведется на территории софта компьютерного. Но подростки, школьники, которые все-таки питались с детства, они лучше пишут программы, чем даже имеющие научную степень специалист, который, может быть, два десятка лет работает в этой свете, он уже становится трудноповоротливым мастодонтом. Молодежь, буквально эти подростки, его опережают. Вот феномен московского школьника, который взял и написал программу, чат-рулет, и полтора минуты начинали каждый день теперь. А программистам смогли сказать, что это в голову бы не пришло. Мы не догоним подростков на сфере программного и так далее. Мне кажется, все-таки здесь, наверное, какие-то новые программы, безусловно, изобретают и так далее. Но, тем не менее, основной софт, профессиональный, как пишут на вирусные люди, мы не будем об этом полностью читать. Я, на самом деле, скажу одну простую вещь. Слушай, Кирилл, как и кому-то другому известно, что всегда те, кто ломают софт или те, кто спишет вирусы, один на один шаг впереди тех, кто с ними борется. Ну, не совсем. Не совсем на самом деле, потому что есть эвиристические технологии и так далее, которые позволяют улавливать угрозы. Это так. Просто я хотел сказать, что это не тот способ борьбы. Тот способ борьбы, о котором мы довольно-таки много говорили, это именно общение. Это прямое общение родителей с детьми. Это попытка именно положить что-то в голову до того, как туда кто-то попытается нагадить. Я, вы знаете, думаю, что так же точно, как сейчас появляется, и это правильно, социальная реклама в обычных медиаах, которая пытается до подростков, молодежи довести некоторые простые истины. А паркотик помирает, незащищенный секс опасен для жизни и тому подобное. То же самое должно быть в массовом порядке в интернете. И в социальных сетях, и в блогах. Надо просто, чтобы это было, надо рассказать подросткам, там, где они встречаются на понятном языке, об опасности жизни, которых пострадают. И в какой форме это может встретиться. Ну вот это, собственно говоря, все. Полноценную запись, полный, так сказать, разговор можно послушать в аудиоформате. А тут то, на что хватило, скажем так, заряда нашей камеры. Я не рассчитал, что наши беседы с Марком выйдут такими длинными, потому что я привык писать короткие подкасты и взял не очень мощный аккумулятор, которого хватало только на полчаса, скажем так. Ну, так или иначе, какую-то часть разговора вы послушали, а кто не слушал аудиоверсию, тот может полностью весь разговор прослушать там. Всего доброго! ПОДКАС ИНТР НАТУРА ИНТР НАТУРА ИНТР НАТУРА ИНТР НАТУРА ПОДКАС ИНТР НАТУРА 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 Продолжение следует...